Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами готовимся вступить в Страстную Седмицу. И в связи с этим особое внимание уделяется притче, изложенной в 25 главе Евангелия от Матфея, притче Христовой о десяти девах. Само это чтение осуществляется во вторник с утра на литургии прежде священных даров. Однако чтение это настолько важно, что в эти дни поется знаменитый тропарь утренний, который отсылает нас к этой притче и притче о рабе-управителе, который не был готов к приходу своего хозяина, своего господина. Так вот, эта притча, давайте ее прочитаем. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик «Вот жених, дед, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши угасают». А мудрые отвечали «Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовы вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ «Истинно говорю вам, не знаю вас, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий». Итак, вот эта притча, сам Господь ее объясняет и трактует, рассказывает нам о втором славном страшном пришествии Господа Иисуса Христа и о том, что во время этого пришествия часть людей, по притче половина, пять из десяти, которые готовились к его встрече, то есть были верующими людьми, окажутся вне Царства Небесного и услышат слова «Отойдите от меня, я не знаю вас», и будут затворены двери. Мы столько читаем и видим в Евангелии слов о надежде, притчи о блудном сыне и остальные притчи, это притчи о надежде. Но жить только надеждой и только упованием, только на милость Божию, не помня о том, что есть еще и суд Божий, а если есть суд, то на нем мы можем быть осуждены, нельзя, это неправильно. Итак, каждый из нас должен задуматься над тем, что если относиться небрежно, нерадиво ко второму пришествию Господа Иисуса Христа, то для нас Царствие Небесное может оказаться, со слов Господа, подобным закрытым дверям и Господу, который скажет «не знаю вас». Почему это может произойти? 10 дев, для того, чтобы понять, чем они, собственно говоря, провинились, 5 из них, надо посмотреть на контекст. Этот обряд, который упоминает притча, по мнению многих исследователей Священного Писания, он выглядел так. Девы должны были встретить жениха, они встречали его со светильниками, подруги невесты. Друзья жениха встречали невесту, которую приводил одет, отец, принимали у него ее или вместе с ним приводили ее на брачный пир. И задача этих подруг невесты состояла именно в том, чтобы встретить, вовремя поправить светильники свои, не нарушить вот этой традиции прекрасной, очень красивой, и проводить жениха. Оказывается, что они не выполнили то задание, которое дал им Господь. Вот можно не войти в Царство Божие, потому что ты не выполнишь ту мысль, тот промысел Божий, тот замысел Божий, который есть о тебе. О каждом человеке у Бога есть замысел. Почему его можно не выполнить? Что символизирует собой масло? По мнению толкователей Священного Писания, масло — это добродетели или добрые дела, которые свидетельствуют Богу о том, что ты готов, и которые ты совершаешь не потому, что тебя когда-то накажут или тебя когда-то поощрят, а потому что ты привык так жить. И вот эти добрые дела, они должны совершаться христианинам постоянно. Мы, если посмотрим предыдущую главу, где рассказывается о неправедном рабе-управителе, то мы услышим такие слова. «Блажен тот раб, который мы слышали в тропаре, которого Господин его придя найдет поступающим так, истинно говоря вам, что над тем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет сердце своем, нескоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба-то в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и сгрежет зубов». Вот эти две притчи читаются вместе, и, конечно, они вызывают страх у души человека. Во-первых, страшная участь рассечения смерти, когда душа отделяется от тела и попадает в ад, участь оказывается вместе с лицемерами. Господь говорит нам о том, как ему чужды лицемеры. Давайте будем к этому внимательны. Второе, что мы должны обязательно понять, читая эту притчу, что страшный суд для человека приближается вплотную в момент смерти человека. В Священном Писании сказано, «В чем застану, в том и сужу». И человек может умереть в любой момент. Каждый из нас. Поэтому память смертная есть великая добродетель. И вот когда человек умирает, он почти уже ничего не может сделать. Очень много может молитв за него, его близких. Почему? Потому что если он творил дела любви, и эта любовь посеялась в сердцах окружающих людей и взросла через внимательную, любящую молитву о нем, как свидетельство Богу о том, что этот человек прожил в любви и остался в памяти, в сердцах людей таким, то в этом человек может обрести большую помощь. Мы поэтому верим в нашу молитву о усопших. Но если этого нет, если никто тебя не вспоминает с болью от того, что ты ушел, и с любовью, от того, что ты сделал, тогда страшный суд приблизился к тебе вплотную, когда ты умер. Мы не знаем, сколько до него времени осталось. Христос в ответ на вопрос апостолов так и говорит, не ваше время исследовать времена и сроки. Одни же том и часе никто не знает, только Отец, говорит Христос. Но для нас он может начаться завтра, если завтра окончится наш земной путь. Поэтому для нас очень важно понять, что такое этот елей. Это добрые дела, говорят толкователи святые Евангелия, которые свидетельствуют Богу о том, что мы хотим жить в Царстве Божьем, потому что мы уже здесь жили по законам любви. Суд без милости, не сотворившим милости, сказано в Священном Писании, и блажены милостивы, потому что они помилованы будут. Преподобный Феодосий Киево-Печерский об этой притче говорил, что это не просто все добрые дела человека, не его добродетели, а что это именно дела милосердия. То есть когда ты помогаешь тем, кому не должен помогать, но принимаешь в сердце больных, вот как мы сейчас называем, бомжей, то есть людей, за которых ты вроде бы не несешь ответственность. Но твое сердце достаточно широко, чтобы их принять. Есть еще одно толкование этой притчи, когда светильник в лампадах рассматривается как благодать Божия, которую стяжал человек. Такое понимание вытекает из знаменитой беседы преподобного Серафима с Матавиллом и из толкования других святых отцов. Благодать Божия это очень трудно определимый термин. Это присутствие Божия, это помощь Божия, это сила, это энергия Божия. Очень много определений у этого понятия, но тем не менее благодать — это то, в чем человек должен жить, христианин, и должен чувствовать, когда она отходит, когда она прибавляется. Если нам почитать, например, дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского, мы увидим, что он постоянно этим живет. Вот дьякон неразумный поставил вчера подаренную новую митру на престол слишком близко к свече, митр закоптилась. «Я осудил дьякона», пишет Иоанн Кронштадтский, «и благодать святого духа отошла от меня. Грешный я человек, прости меня, Господи. Я принес слезное покаяние, и благодать вернулась». Вот можно рассматривать это так, но тогда мы должны понимать, а как эту благодать приобрести? За что дается человеку благодать? И здесь, мне кажется, очень важно вспомнить мысль, которая встречается у очень многих святых отцов, но особенно чеканно она произнесена преподобным Марком Подвижником. Он говорит, «Бог дает человеку благодать не за добродетели, не за труды, понесенные ради их приобретения, а за смирение, полученное во время этих трудов». То есть человек творит добрые дела. Не всегда он творит их ради Бога. Человек трудится для того, чтобы ему их легче было творить. Он буквально стискивает зубы, чтобы не обругать в ответ обидчика. Или в тяжелейшей борьбе ограничивает свое чрево постом. Не берет взятки, как берут все вокруг, если он чиновник. Или что-то еще. Но благодать приходит не за это. А благодать, как присутствие Божьей помощи, приходит тогда, когда человек смиряется. Почему? Потому что когда он борется, он познает свою немощь. И вот если есть покаянное сознание своей немощи, тогда человеку и приходит благодать. Можно еще один пример толкования этой притчи привести одного современного богослова, который рассматривает елей как символ неких христианских навыков. Того, что человек научился делать. Того, что на перу будет нужно. Того, что в Царстве Божьем сделают его своим родным. Что это за навыки? И по отсутствию или по присутствию этих навыков очень хорошо можно себя проверить. Потому что иногда мы о себе знаем слишком мало и слишком неправильно. Итак, первый навык — это как раз чувствование благодати, когда она отходит и когда приходит. У Арсенов Великого есть такие удивительные слова. Он говорит, что каждый человек за свою жизнь должен истончить душу свою, как паутину. Вот мы кожей можем не чувствовать ветра, но глядя на паутину, мы видим, что она колеблется. Вот действие веяния духа или действие греха. Вот этот навык, с одной стороны, навык чувствования благодати Божьей, а с другой стороны, навык чувствования, как разрушителен грех для моей души. Вот это признак взрослого, состоявшегося христианина, который понимает грех как боль и потому не грешит, потому что это разрушит его связь с Богом, как говорит Стивиан Золотович, что нет больше беды, скорби и горя для христианина, чем грех, потому что он отлучает меня от Христа, говорит святитель. Второй навык — это навык внимательно слушать другого человека. Он очень связан со смирением, потому что для того, чтобы слушать другого человека, надо себя, любимого и самого умного, отодвинуть в стороночку. Третий навык — навык молитвы. Когда молитва сладка, желанна, и когда ты бежишь к ней, когда ты радуешься времени, которое ты можешь провести в молитве. Моришься не потому, что так по уставу надо, или потому что тебе сказали, что без этого ты не спасешься. Как любящий жених бежит для того, чтобы провести любую лишнюю минуту с своей возлюбленной невестой, так душа верующего, любящего Христа человека стремится как можно больше времени проводить с ним. Вот когда есть такой навык в молитве, это свидетельство того, что ты начал свой разговор с Богом. Еще один очень важный навык, которым каждый из нас может себя проверить, это навык не обижаться. Вот навык не обижаться свидетельствует о том, что в человеке есть и покаяние, и смирение, и любовь. Почему? Потому что, если другой человек против меня сделал что-то горькое, неправедное, как-то меня ущемил, или обидел, то человек, который знает о своих грехах достаточно много, и постоянно имеет их перед глазами своими, «Грех мой предо мной всегда», говорит Давид в 50-м псалме, или «я имел всегда грехе моем попечения». То есть он беспокоился все время о грехах своих, молился, это было для него действительно болью. Такой человек не будет другого осуждать за другой вид греха. Он поймет, что это Божие попущение ему, потому что он виноват сам. Вот оно пришло так, через другого человека, через брата. Бог это попустил. И отнесется к тому человеку как тоже больному грехом, как и он сам, но только другим грехом. И вспомнит слова Христа. Молитесь за обижающих вас, для того, чтобы эта обида не разъела собственную душу человека. Не будет побежден злом, как говорит апостол Павел, но побеждай зло добром. Для этого мы и молимся за обидящих нас. Вот эти навыки, навыки, которые нам необходимы будут для жизни в Царстве Божьем, их тоже можно рассматривать, как этот елей. Без этого навыка нас туда не пустят. У недавно почившего одного очень известного священника было такое прекрасное сравнение. Он говорил, вы представьте себе, что мы возьмем уголовника, который три или четыре раза уже сидел в тюрьме по много лет. Она для него дом родной. И он даже туда стремится, особенно на зиму, потому что там и кормят, и тепло, и там у него определенный статус, и там все понятно. Вот мы берем такого человека, оправдываем его на суде, и помещаем его в 14 век в обитель преподобного Сергия Радонежского. Где, хоть и есть у людей грехи и ошибки, мы считаем это в житии преподобного, о том, как они изгоняли даже однажды своего учителя, он должен был уходить, но тем не менее там люди, которые будут причислены к лику святых, и Дионисий, и Михей, и Никон, и Стефан Махрический, и другие. И вот он туда попадает. И через три дня он оттуда выбежит с воем, потому что там ему совершенно невыносимо скучно. Там никто не дерется, никто не обижается, никто никого не осуждает, никто не ведет развратных разговоров. Там никто не играет в карты. И там все радуются молитвой, там все молятся часами в сутки, по многу часов, и мало спят, и мало едят. С кем ему там общаться? Не с кем. Там все чужие, там все чужое, он там не выдержит. Вот его душа выберет другое. Почему? Потому что уже здесь она жила ближе к Ату значительно, чем к Раю. Поэтому навыки души сделают нас способными войти в Царствие Божие и пребывать там. Навыки любви, смирения, милосердия прежде всего. А когда это случится, когда Господь потребует нас к ответу, вот это неизвестно. И ошибка наша может заключаться в том, что мы, как этот раб, скажем, в сердце своем, вот удивительно, не в уме, Христос говорит, а в сердце, то есть это сердечная установка, не скоро придет Господин мой, жизнь велика, смерть далека. Я буду жить сейчас по своим страстям, буду погружаться в грех, как другие. Ничего мне не будет. Будет страшная участь у человека, причем участь будет в вечности. Поэтому наполнять свою жизнь грехом, а не добродетелю, потому что еще не скоро придет Христос, это безумие. Или, как в другой притче сказано, безумный, в ночь сию душу твою и стяжут у тебя, буквально, по-славянски, вырвут и стяжут. Кому достанется все, что ты собрал? Когда человек думает, что как зерном он распоряжается и жизнью, и временем своим, что так же ему подвластно, как его деньги, это не так, конечно. Безумного называет такого человека Господь безумным. Да не будет этого с нами. Удивительно, но те общины христиан, которые отказались от всего ради исполнения его воли, те, кого мы называем монашествующие, они этот тропарь с напоминанием о притче о десяти девах, они поют каждый день утром на полуночнице. Вот, например, в Троице Сергея в Лавре. Все монахи с утра на братском молебне все вместе поют, все жених грядет в полуночь, и блажен раб его же обрящет бдяще. Итак, год за годом, десятилетие за десятилетием, в начале большого молитвенного трудового дня монашествующие напоминают себе слова из этой притчи. Вот, восстаньте, вы заждались, грядет жених, покажите ваши светильники. И, напомнив себе об этой притче, расходятся каждый по своим послушаниям. И, наверное, нам тоже будет это очень полезно. С утра вспомнить о том, что вот этот крик всей жених грядет для каждого из нас может раздаться в любой момент. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok